Приятно, что у нас принимают участие в заседании нашей секции. Ольга Юрьевна Степанова, она задавала вот тоже вопрос по существу. Это главный специалист отдела развития промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Это администрация Санкт-Петербурга. Поэтому вот неспроста вопросы были такие емкие, потому что человек так системно уже представляет эту проблему. Спасибо. Продолжаем работать. Значит, следующий доклад у нас... Кто-то же у нас записался тут... Значит, с учетом предыдущего опыта, краткость сестра и мать, и все остальное. И отец. Я сказал, что краткость сестра таланта, но мать и гонорарит. Вот здесь опять пожилотно. Я не знаю, но интересно. На самом деле, постараюсь максимально кратко. Ну, прежде всего, поздравляю конференцию, как мои коллеги, участие для конференции. Спасибо за возможность тоже принять участие в выходе из своих докладов. Я буду освещать проблемы по импортозамещению инженерного программного обеспечения. Поскольку, понятно, что высшая школа анализов на структоров, технологов, производственников, они все умеют конструировать, писать технологии, выпускать в железе, кто-то потом летает, стреляет, плавает. Но каждый из этих специалистов, он на чем-то работает. Там есть некое средство проектирования, и мы живем в эпоху, когда это ни разу не карандаш, даже не длинный. А как раз у них есть директорная система. И, пожалуйста, следующий слайд. Даже от политики на мемелье, как бы не хотели. То есть в 2014 году, в прошлом, в мае, Владимир Владимирович выступил с рядом программных заявлений о том, что оборонно-промышленный комплекс должен быть начаться всем отечественным, но что необходимо для его функционирования. В том числе это из производного программного распечения радиоэлектронной компоненции и прочее составляющая. Дальше. Помимо этого, как грамотный проект, наш лидер понимает, что просто замену на систему на другую, она сама по себе не происходит, а научная школа, она тоже должна принимать в этом активное участие. Ну, там, кстати, проскочили, да? То есть у него была рекомендация на подготовку кадров, также обратить внимание, почему я дальше тоже вам слайд покажу. И вот кроме вот этого заявления, да, Владимир Владимирович, оно на самом деле не взялся с нуля. Если мы посмотрим вкратце на рынок вот этих средств, которыми работают инфорсера, технологи, то здесь будут засильные западные системы и маленькие проценты 21 на себя. В российских, отечественных шагах, если санкции грянов, где мы там видим на панель, а вот это все, мы санерим, как положено у штата, как главная квартира. Впрочем, могут остаться наши претензировщики без средств корректирования, вернуться в каменный вид, да? Так как просто вам заказ, новые изделия, они есть, и никто не снимает. А так, проблема эта только не заказанная, цель такая прям вот еще, да? Покажем, пекажем, да? Дальше. Кроме того, что есть такое состояние, да, есть пожелания Владимира Владимировича, ну, как программа указали, цель, сам по себе вот этот рыжий, систем инженерных, он тоже постепенно стал выходить, подходить к этой идее импортозамещания, поскольку за последние годы нам виделось тенденцией, что западные поставщики, они ведут себя, ну, как, в положении, ну, как, я имею систему, вы хотите, вы платите, не хотите, не платите, я буду выиграть как-то по-своему, да, без обратной связи. Потому что, ну, конечно, мы примем, но вот у нас есть эти генеральные курсы, мы примем ее. Это раз. Во-вторых, там, цену их, конечно, за облачную, но функционал зачастую, да, как там написано, что используется, но не эффективно, да, то есть там от всего объема порядка 20% по распределению порядка, ну, и плюс там свои темы по лицензированию, когда они, например, говорят, что обновляйся или наглядь, конечно, дальше. То есть это, как бы, те предпосылки, которые идут вот в этой области конкуртозамещения инженерных холлов, по-таске, да, в которой мы вращаемся. Соответственно, понятно, что есть российские системы, есть компания Ascon, есть наша компания CISOFT, есть наши партнеры NanoSoft, да, которые зарабатывают, модернизируют совершенно свою систему в 2-мм, и в том числе подготовка, которая введется, да. Все эти системы, они функциональны, тут мы вообще как бы быстро проскочим, да, так, по-русски. То есть тут у нас свой кард есть, NanoKart, который и как кульман может, и как 3D-система используется дальше. То есть он умеет работать там с мега сложными объектами вплоть до целого предприятия, не вредом, а в теории какие-то там более ментозные, дальше. Полностью так сертифицированный, по нашим стандартам, и дальше. И как бы и заказчики ездят, и все с ними хорошо. Дальше. Есть у нас и своя система по технологическому проектированию, и по управлению жизненным циклом продукции, да, то, чем сейчас мы, наобороны, а какими занимаются, как внедрением идеологии управления жизненным циклом контракта, по своим межрежям, которые летают, летают, стреляют, и дальше. И как бы здесь тоже есть свой спектр заказчиков, и пользуются дальше. Ну и то же самое там по расчетным системам. По расчетным системам тоже есть свои решения, да, отечественные от первого до последнего хвостика, дальше. И вот примерно так они такой результат ударили. Тут можно дальше, дальше, дальше. Вот. Однако. Вот это свидание, что есть у нас задача в проектировке, не в принципе, в размещении ежедневного программного обеспечения, а есть некие продукты, которые это могут, вытолнить, да, в той или иной части, она не ограничивается вот этой проблемой, что надо там делать, все, не выключить эту систему, завтра включить. Вот наш практический опыт, он что показывает? Что-то проблема-то, она несколько глубже. Она, как принято считать, в головах. Ну, точнее, не принято считать, как оказалось, да, она в головах, и вот если мы посмотрим на одну практику и про то замещение, которое у нас накопилось за это время, да, а это просто пару проектов приведут для показателей. То есть вот омский граждан-проект, который там построит и гражданские объекты, в том числе там объекты военной инфраструктуры, то есть вот у них там показатели по их проекту и про замещение, что еще в 2012 году, ну, они по экономическим соображениям пришли к этому, и вот с того момента еще за годы стали заниматься, да, сначала это было 10 человек, некий пилотный проект, дальше, ну, там потом было распоряжение о целевом переходе, комплексном, и дальше уже пошло более массовое увеличение, да, то есть в ноябре это уже было 35, и там дальше оказатель существ. Другой большой проект, ГПНИ-5, да, который состоит из ни Радуга, ни Радуга, ни Радуга, ни Радуга, ни Радуга, ни Светлана. Там точно так же прошел проект импортозамещения, да, сейчас в 30-е все хорошо, они не держеваем за импортный саппорт. Так вот, в чем главная проблема, да, возникает? Она не в системе, не в нежелании проводить импортозамещение, в чем глава, в чем это выражается, в том числе, в том числе, если ориентирует этот опыт, а оно, тогда, здесь еще, как пилотный проект импортозамещения, которые идут в группу ОБК, дальше, и дальше. Ну, вот, основные шаги, которые в предприятии проходят на вот этой стезе импортозамещения, чем это программа обеспечения, идут в том числе, в том числе, в котором присутствует определенный специалист, и вот проблема-то, она не в системе. Чаще всего, опять приходит, да, к людей, изучаешь, и начинается в притюнхе проводится, вообще ничего не работает, мы поменялись, все стало плохо. Ну, на самом деле проблема-то здесь вот так вот выражается, что я просто не хочу этим заниматься, мне не интересно. Кто-то это не хочет, а кто-то это не может, да, т.е. есть очень объективный фактор, когда это правда. То есть понятно, что критчатая в пользу есть в виде вот этого кошака, вот такие же глаза люди делают и скандалы, интриги, расследования. Дальше. Есть определенные технологические привычки у предприятий. То есть когда, ну, видишь, вот у тебя была такая схема, мы тебе сегодня ставим такой, ну, говорит, ой, она вот здесь вот не так, как было раньше, я вот 10 лет так делал, у меня все было хорошо. Почему я долго переделал как-то по-другому? Или как так переделать? У меня все готово. Зачем? Или как-то есть внизу напиток. Реально живые примеры не выдуманы. То есть это люди достаточно высокого уровня говорили, что ну как, мы интернет раскачаем, система у нас все хорошо. Зачем? А ваш с кем не работает наш искательный интернет? Почему так? Вот. То есть это все есть и оказывается, оказывается, да, что на вот этом пути дальше ключевая задача и дальше. Она вот именно в подготовке и переподготовке карт. Вот на что бы мы просили тоже обратить внимание, уважаемых, как представители Высшей школы, да, в том числе и ВНЭКО, что ключевым зерном здесь являются не сами системы, они обязательны, да, но ключевое это подготовка кадров, то самое дополнительное обучение. Если студенты, там, мы сейчас готовы по новым программам, в том числе с программным обеспечением, то на предприятиях, как правило, люди саморучные. Я не знаю, их надо тоже переподготовить и переквалифицировать вот этот новый цикл проектов, да, то есть здесь это зерно и основные проблемы. Дальше. Что самое удивительно, ну не знаю, удивительно-неудивительно, что вот центров, в которых проводилась переподготовка вот инженерного состава имеющегося, их не так много, их вообще нет. Мы так в прошлом году тоже посидели, посмотрели на рынок, вот если предприятие хочет провести импортозамещение, где ему обучиться специалистов. Есть какие-то там мелкие фирмочки, но они на бумажке дадут, то есть это слегка, да, что вот мы подготовили. Ну это неравный не диплом от переквалификации, переподготовки, это ну непонятно что. Вот, и провели определенную работу с ВНЭКО по организации совместного учебного центра, то есть здесь пока сделали первый шаг на этом пути, вот, и дальше, пожалуйста. Соответственно, на базе имеющейся там кафедры Н2, имеющейся программы, да, то есть здесь базовую программу переподготовки кадров. Вот, понятно, что там дальше есть свои методические материалы и аттестационные материалы, дальше и дальше. Вот. Вот. Ну. Однастой посыл, да, мы именно в этом включаем, что во-первых, каждый базовый уже имеющийся, в том числе и переоретирует то, что есть вот эта некая заскороза, да, во-вторых, пройдет от людей, которые общаются напрямую с инженерами, в конце концерта, а технологами, в том числе и с молодыми. Обратите внимание вот на что, да, то есть если мы берем любое предприятие, оно сейчас, ну, как можно говорить, оно может быть представлено в виде набора бизнес-процессов, бизнес-правлений, функций. В общем, конструктор, он же работает не сам по себе, да, в одиночестве, он работает в рамках завода, все мы об этом знаем, но вот зачастую у них отсутствует понимание, почему они должны работать не только на свою задачу, там, на заработку КД, да, вот, и ограничиваться, а учитывать интересы еще и технологов, то есть не просто спроектировать нечто гениальное, спроектировать что-то такое гениальное, что потом технологи смогут хотя бы сделать. При этом задуматься об этом как-то сразу на старте, а не когда технологи, там, три раза придут, ногами упадут, пчелон, полы, скажешь, ну, родной, ну, спаси нас, на сроки-то идут, да, и вот такую смежную подготовку, да, по смежным специализациям, да, на меня тоже обратить более близкое внимание, у нас есть просьба, да, такой посыл, вот, ну, кроме того, что все-таки кадры даже, которые скольку ни были профессиональными, их периодически надо тоже переквалифицировать, дообучать, вот, чтобы они не оставались в вчерашнем дне и только лучше, быстрее и качественно проектировали новые изделия, запускали их в жизнь, вот, и впоследствии сопровождать. Вот у меня примерно такие мысли, да, пожелания и наше видение проблем, которые вот в этой возрасте есть. Спасибо большое. Какие вопросы? Есть ли вопросы, Борис Сергеевич? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Мне вот интересно просто, вы занимаетесь в рамках, ну, своей организации и пытаетесь найти тех, кто еще этим занимается. Я просто слышала, что, например, вне программных средств на них были возложены, по-моему, даже государственные мировые полномочия по, как раз, на том просто замещению программных нужд. И они, вот, например, Хахай, товарищ Александрович, он приходил, например, в наш вуз, я вот университет, я тут не представляю, вот, и они пытались на уровне университета, например, внедрить, ну, какое-то, да, отечественное, то есть, по свободному программу и, соответственно, уже начиная. Ну, то есть, я к тому, что есть предприятия государственного уровня, которые, в принципе, этим же занимаются, болеют вот этой же идеей. То есть, вы работаете одни или вы пытаетесь найти ненамышленников? Может быть, это было бы более эффективно? Ну, мы работаем сами по себе. Это, безусловно, да, то есть, как локомотив, то есть, вот, на локах, люди, которые взвернули, вы начинали еще в 2008 году рога, то есть, когда пытались найти и на ночь, и нам сказали, «Ой, ребята, зачем же? Все же есть и покупай». Не-не-не, многие уже это хотят сделать. Сейчас, сейчас, эту работу мы, безусловно, сами по себе продолжаем. Мы с большим интересом, да, всегда присутствуем на разных совещаниях, пытаемся найти партнеров, чтобы и свой компетенцию расширить, и можно как-то более эффективно и быстро эту задачу решить. Но проблема в чем, да? То есть, никто тут… Это работа, вот, у вас, почему вы увидели, да, есть на базе Баумыс университета тоже там свой интервьючный центр, который концепцию разрабатывает, тут, отечественные системы, да, там, инженерно-проектирование, есть Гербай, в том числе, который, да, объединенные криптовые строительные корпорации, такой пилотный проект реализовать. Есть, в том числе, казанские авиационные системы, там, тоже, по-моему, с МГУ, они объединились, тоже создали успехи. И вот мы к ним, когда приходим, или к Дмитрум Торке встречаемся на совещании, на этой крупном столе, который посвящен вот этой теме, и мы говорим, «Ребята, давайте дружить, давайте мы с вами работаем, вы с вами, и вместе мы пойдем в светлое будущее». И тут, как говорил предыдущий докладчик, всплывает корпоративный интерес. Все говорят, «О, а зачем? у нас вот своя большая программа, если мы ее сейчас защитим, будем играть как королевики». Ну, и не сразу доходит, да, что прошло. И вот так, поэтому эти инициативы, в этом случае, ну, позитивно, да, ну, то, что надо, но до определенного момента, ну, как за малыми дитями, да, как те проекты спустя какое-то время окажутся лучше, да, или, там, как сказали, что в первый период финиш, ну, у нас вот там две деньги. Ну, договор должен быть, наверное, какой-то взаимовыгодный, наверное, при сотрудничестве просто. Ну, я говорю, что если две фирмы пытаются сами себе договориться, может, это сложно, но если вы будете сотрудничать с какими-то предприятелями, на которых просто спустили, по сути, обязательно с этим заниматься, то есть это не они были личные инициаторы, ну, насколько я, то, может быть, и будут заинтересованные лица, и просто будут... Нет, мы, естественно, проводим, то есть мы не в вашем времени, а в конец 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 конца. Так что это очень интересно. Спасибо. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот у вас на слайде новая информация о Омске, как Данфейд, чем она заслужила ваше внимание? А там одно из первых внедрений было по системе нано-касс для конструкторского проектирования. Это раз, а во-вторых, одно из эффективных внедрений, то есть везде по-разному, есть где-то более удачные, где-то менее удачные, то есть там надеваются и первые шифры, и часть опыта, которая по предвзятости и по шифру, она оттуда была вынесена. Вот. Ну и они относительно не секретные, поэтому мы про них можем смело говорить, потому что там вот пилотные проекты «Ментронзар» вот провлекнули, чтобы деталь не расписывал, там есть часть вещев, про которые пока нам не разрешили говорить. А по ним, поскольку на граждан достаточно много, достаточно открыто, пожалуйста, можете рассказывать, в больнице, где-то надо приезжать к нам, смотрите, как у нас все хорошо теперь. Вот, кто поедет. Я записал адресы, что можно связаться. Мы работаем по проблематике связь кафедры вузов предприятий, ну, своими силами, но вот опытом неплохо было бы воспользоваться. Пожалуйста. Спасибо. Есть еще вопросы к Дорису Сергеевичу. Я тогда хотел добавить, что очень интересный доклад, актуальный, мы с этим столкнулись еще, вот в 1998 году, когда попали под санкции и возле по США, мы не могли воспользоваться им напрямую ни одним продавным плодом. И вот все, что у нас было, либо через треничной руки, либо просто пиратская копия, мягко говоря. Вот. И вот, и что касается программных плодов, то тоже касалось и обороны. Поэтому, тем она всегда так вот так всплывала, затухала, но сейчас она вот видите, на таком пике оказалась. Спасибо. 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 Спасибо.